Всем привет, с вами Павел Багрянцев и самое время поговорить о финансах, о возможностях и о связях. Много ли у нас знакомых, которых мы встречаем в течение жизни? А знаете ли вы, что имея эти связи, расширяя их, вы можете зарабатывать больше? Именно поэтому в этом видео я расскажу, как зарабатывать больше, а именно о трех способах, как обналичить свои связи. Но сначала я хочу вам порекомендовать один канал, называется он Goodwood. А еще знаете что? Я решил строить дом в Сочи и начал искать информацию в интернете, как это сделать эффективно, как найти нормального подрядчика, как сделать красивый дизайн проект и вообще не быть обманутым. И я нашел на ютубе такой замечательный канал под названием Goodwood, где вы можете узнать про секреты строительства, как нужно делать по уму, не быть обманутым и построить действительно очень крутой дом. Итак, я всем рекомендую канал Goodwood. Там море ценнейшей информации про строительство. Действуйте, ссылка в описании под видео. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на этот канал. И первый пункт, как можно обналичивать свои связи. Это когда вы расширяете круг своих знакомых. Ни для кого не секрет, что чем больше знакомств, тем лучше благосостояние. Я имею в виду качественных знакомств, когда мы эффективно расширяем свой круг общения и работаем на качество. Если вокруг вас много жалобщиков и людей без денег, скорее всего у вас будет такая же проблема. Если вокруг вас люди деловые, вы развиваете эти круги общения, вы поддерживаете связи, поддерживаете отношения, то, скорее всего, у вас будет процветание и в карьере, и в бизнесе. Как это происходит? Например, вам понадобился партнер или специалист, среди кого вы ищете сразу людей, среди самого ближнего круга, а кого вы уже знаете. А по каким критериям вы выбираете человека? В первую очередь, человек выбирается по деловым качествам. Например, мне нужен партнер, и я вспоминаю, что у меня есть знакомый, который обладает такими-то качествами, и я не помню, чем он занимается, а может быть даже в поиске себя. Но он себя хорошо зарекомендовал. Почему бы его не позвонить? Или мне нужен человек на какую-то хорошую должность? Ну, друзья, это наша Россия-матушка. У нас относительно должностей здесь отдельная история. Но да, когда нам нужен человек, которому мы доверяем, конечно же, мы лучше поставим на эту должность своего, кому мы доверяем. Первый способ. По деловым качествам идет отбор. Чем больше связей, тем больше шансов, что вас куда-то позовут в партнерство, или вы найдете того человека, который вам нужен, опять же, благодаря кругу своих знакомых. Второй способ. Это называется личные продажи. Он у меня хорошо описан в моей книге, которая называется «Всегда при деньгах». Читайте книженцию, там подробно, с примерами, но я сейчас скажу вкратце. Вы сводите двух людей, помогаете им друг другу найти и совершить выгодную сделку. И за это вы получаете бонусы, вы получаете процент. Как это сформировать, как договориться, как найти, как создать эти ситуации и так далее, это уже более глубокая история, в моей книге можете почитать. Третий способ. Это прозвонить все свое окружение и предложить себя, свою услугу, или узнать, кто чем занимается и чем вы можете быть полезны. Очень просто. Я уже встречал это на многих тренингах, такую рекомендацию, и мне много людей писало с примерами, что «Павел, я занимаюсь вот этим, могу быть полезен вот этим». И знаете, некоторым людям я отвечал, некоторым людям я давал заказы, работу, а с некоторыми людьми мы работаем уже много лет в партнерстве, и у них есть постоянный доход в виде постоянного клиента, хотя бы меня. А я им даю достаточно приличные объемы. И это можно применительно к карьере, если вы фрилансер, это тоже работает. Если вы работаете на себя, как говорится сейчас самозанятый, у вас маленький бизнес, то это тоже подойдет, потому что вы можете или предложить, или спросить, чем может быть полезны. Чем можете быть полезны. И может быть вы услышите, что для того, чтобы быть полезным человеку, вам нужно освоить какой-то конкретный навык. И если вам это понравится, почему бы его не освоить и не помочь человеку. В своей книге я уже рассказывал пример с автошколой, когда в моем окружении был человек, у которого была автошкола, а у меня появился определенный навык. Я просто предложил за определенную сумму этот навык реализовать в этой автошколе. И получилось партнерство, что мы открыли отдельный класс автошколы, где я полностью управлял всем процессом, и это был мой такой мини-бизнес. Потом я еще в этот бизнес взял своего приятеля. Вот такие примеры, бизнесы и возможности могут рождаться из вашего окружения, если вы поддерживаете общение, если вы пишете и используете свои связи. Ну, конечно, большинство людей ничего не сделают, никому не напишут, или напишут пятерым людям, и все. А нужно писать десяткам, абсолютно всем. Общаться, узнавать, что делаешь, как, что реализуешь. А я занимаюсь вот этим. А может быть, тебе нужна помощь, а может быть, мы подумаем, как, может быть, мы будем друг другу полезны. И, конечно, из ста таких коммуникаций, ну, сработает, ну, может быть, пять-семь. Ну, среди этих пяти-семи коммуникаций может быть реально конкретная возможность для вас. Но нужно сделать сто, например. Итак, друзья, если вам нравится идея этого видео, ставим лайк. Напишите в комментариях вашу историю, как вы воспользовались своими связями. Самый лучший комментарий, конечно же, закреплю в топе. Мне реально интересно, как это используете вы. Может быть, найдем что-то новенькое. Подписываемся на мой канал. И всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok